Хотели как лучше, не получилось. Осенью минувшего года городская дума сообщила о беспрецедентном по щедрости демократизму решении. Доверить ТОСам самим распоряжаться частью средств, разумеется целевых. Мы к решению этого вопроса шли два года, потому что до того, как предусмотреть субсидию в бюджете города на финансирование этого ТОСа, нужно было подготовить всю правовую базу для создания ТОСа как юридического лица. То есть этот ТОС, он наделен полномочиями юридического лица, исполнительными функциями, и он имеет свой расчетный счет для того, чтобы те обязательства по благоустройству, которые передает ему исполнительная власть, выполнить в полном объеме. Первопроходцем стал ТОС Березняковский, которому депутат Ольга Белолапова давно симпатизирует. Это ее избирательный округ. Из бюджета ТОСу были выделены около 700 тысяч рублей. Целенаправленно на коронирование деревьев и уборку снега зимой. Мы почему к этому пришли? Потому что мы находимся на окраине города Иваново. И наш ТОС, он очень разбит как частный сектор. Очень много проулков, переулков. Раньше никто не занимался ни чисткой снега, ни благоустройством, только по письмам, по жалобам к депутатам. А когда это стало более в свободной форме и более быстрее, мы увидели, что мы сами быстрее можем это дело сделать и окажем помощь посильную городу. И вроде все счастливы. Депутату обеспечена поддержка электората. ТОСовцы сами решают, с какой организацией сотрудничать и какие работы выполнять. Не унимается только активистов Танеев. Считает это распильной схемой и отправляет два письма в прокуратуру и УФАС. К сожалению, Ленинская прокуратура отреагировала очередной отпиской и не захотела разбираться в ситуации. А УФАС разобралась детально, дала ответ. Получается, что, как мы и предполагали, получается, что администрация превысила свои полномочия, сдав это положение о выделении субсидий ТОСом. Она посчитала, что деньги, которые приходят из бюджета юридическую лицу ТОСу, уже им не под контролем, и они могут сами ТОС распоряжаться этими деньгами, сами определять подрядчика, причем не на конкурсном основе. Это прямое нарушение законодательства, в частности, закона о конкуренции. Березняковский, например, заключил договор с ближайшей территориальной компанией. Но было ли это предложение самым выгодным? Не участвуют ли в сделке лица заинтересованные? ТОС можно создать даже в районе одного дома. То есть, представляете, что приходит кто-то, который имеет связь с депутатами городской думы, и создает этот ТОС в каждом доме, и говорит, а я вот хочу 300 тысяч на благоустройство территории этого конкретного дома, вот вокруг этого дома. Если у вас есть рука в этой думе, вам эти деньги по заявлению выделяют и уже не контролируют. То есть, вот этот путь от городского бюджета до ТОСа, и уже в ТОСе эти деньги почему-то прекращают быть муниципальными, по мнению администрации, и прекращают быть бюджетными. То есть, они уже не наши, как бы, они уже выделены ТОСу, юридическое лицо, и юридическое лицо само там распоряжается. В городской думе, где и зародилась беспрецедентная идея вручить власть товариществам, решение УФАС нам прокомментировать отказались, сославшись на то, что пока его не видели. А вот в УФАС информацию подтверждают. Действия администрации города Иваново по принятию порядка определения объема и предоставления субсидий органам территориальных общественных самоуправлений, являющихся юридическими лицами, на организацию и осуществление территориального общественного самоуправления на территории города Иваново. Вот как раз этот порядок, утвержденный постановлением администрации города Иваново от 25 апреля 2013 года, был признан нарушением части 1 статьи 15 Федерального закона о защите конкуренции. ТОС, конечно, деньги вернуть не заставит, а вот администрацию изменить незаконный порядок принудят в трехмесячный срок. Автонеев все же рассчитывает заинтересовать и прокуратуру, чтобы эту историю проверили заодно и на коррупционную составляющую. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.